Всего 125 граммов хлеба в день на человека и 872 дня до полного освобождения города. Начало блокады Ленинграда, тогда еще пятилетняя Майя Мехкова до сих пор вспоминает со слезами на глазах. Рассказывает, как отвоя сирен перед бомбежкой пряталась вместе с братишкой под столом. А когда от голода скончалась мама, ее и полуторагодовалого брата забрали в детский дом, определив ребят в разные возрастные группы. И все, и больше я в поиске. Я искала ее, больше я не нашла. А папа пропал, погиб в 43-м году. А нас в 42-м сентябре эвакуировали из Ленинграда в Куйбышеве. Уже в Куйбышеве Майя Алексеевна окончила школу и выучилась на химика. Поиски брата прекратила несколько лет назад. Говорит, Надежда умерла. Сегодня вместе с другими блокадниками она пришла почтить память павших в Великой Отечественной войне бойцов и возложить к вечному огню цветы. В церемонии в изложении цветов к вечному огню приняли участие власти города представители общественных ветеранских организаций, юнормейцы и ученики их одесских классов. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь, именно защищая один из самых крупных городов СССР. И здоровья тем, кто сейчас находится рядом с нами, бок о бок. Здоровья вам! Город-герой Ленинград был полностью освобожден от блокады 27 января 1944 года в ходе операции «Январский гром». Врага отбросили от города более чем на 100 километров. Войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Пушкин, Павловск, Петергов и Гатчину. В городе, пережившем почти 900 дней осады, впервые прогремели мирные залпы. За 4 года от обстрелов и бомбежек погибли 16 647 человек. 623 253 человека умерли от голода, включая новорожденных и детей до 5 лет. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова